Деньги за возвращение на родину. В рамках государственной программы по оказанию помощи соотечественникам, прибывающим из-за рубежа, в Саратове им выделяют дополнительные средства на мелкие расходы. Марина и Радомир приехали из солнечного Казахстана. Собственной квартиры здесь пока у них нет, живут у сестры. При приезде материально сильно пострадали, но ехали с уверенностью, что в Саратове их не бросят. Все корни, так скажем, изначально идут с России. Наши бабушки, дедушки, получается так, что уехали в Казахстан, ну и так как бы осели. Хотелось бы вернуться, так сказать, на свою историческую родину. В области уже два года действует государственная программа по оказанию помощи соотечественникам, прибывающим из-за рубежа. Помимо так называемых подъемных, единовременной выплаты в 40 и 60 тысяч рублей, саратовские мигранты, приехавшие в этом году, могут получить дополнительную материальную помощь. В восстановлении мы 12 ноября, 673, выделяется финансовая поддержка в размере 3500 на каждого члена вашей семьи. В Саратов едут в основном из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Сегодня в области зарегистрировано более 2000 мигрантов. Из них половина уже трудоустроилась. Отрадно то, что несмотря на те сложности с бюджетом, которых вы все хорошо знаете, тем не менее, правительство Саратовской области нашло возможность выделить средства на софинансирование федеральным средством для того, чтобы наши соотечественники, приехавшие на территорию Саратовской области, получили дополнительную выплату. С помощью такой поддержки правительство Саратовской области планирует увеличить приток трудоспособного населения в регион. И возможно, благодаря этим средствам наш город по численности уже скоро достигнет долгожданного миллиона. Елена Макарова, Евгений Крылов, Вести, Саратов.